Вопрос к моей подруге. Я знаю тебя больше 10 лет, почему ты скрывала столько лет от меня этот торт? Привет, друзья! Была в гостях у подруги, и она меня угостила шикарным тортом. Я вообще удивилась этому рецепту, она сказала, да ты что, это же торт из нашего детства. Ну, честно, я такой торт в детстве не ела. Друзья, у нас сегодня манник. Я начинаю готовить, а вы следите за мной внимательно. В равной пропорции беру манку и заливаю ее кефиром. Все перемешиваю. И надо будет оставить минут на 15, чтобы манка разбухла, скажем так, масса настоялась. Как всегда, точный рецепт вы найдете внизу под видео. Ну что, друзья, манка настоялась. Посмотрите, здесь разбухла, масса получилась такая довольно-таки густая. Теперь добавляем растительное масло. Можно комнатной температуры. Я его растопила немножко, но ни в коем случае, чтобы оно не было горячее. Масло должно быть чуть-чуть тепленькое. И перемешиваю. Теперь добавляю сюда яйца. Теперь идет сахар. Вообще, количество сахара здесь можно немножко менять. У меня 70 грамм сахара. Я не хочу, чтобы торт был слишком сладкий. Теперь добавляю немного соли. Разрыхлитель. Все еще раз перемешиваю. Ну и для вкуса аромата добавлю ванильный сахар. Примерно чайная ложка. Теперь все хорошо перемешать. Вы знаете, по мне так, это вообще замечательный рецепт. Но вот эти продукты всегда есть дома. Тесто готово. Теперь беру разъемную форму. Можно выпекать в стеклянной форме, как хотите. Я постелила на дно пергамент. Маслом смазывать не буду, потому что в тесте есть масло. Просто выливаю форму. Ну и так вот его выравниваю, чтобы ровно было. И теперь ставим тесто в разогретую духовку. При 180 градусов я буду выпекать 30-40 минут. Пока тесто в духовке, мы приготовим крем. Вообще, по рецепту подруги, она торт смазывала просто обычной сгущенкой. Но я люблю эксперименты. Я решила сделать крем по-своему. У меня вареная сгущенка. И добавляете сметану. Примерно грамм 70-80. В рецепте я вам точно напишу. Это нужно все хорошо перемешать. Можно взбить миксером, венчиком. Ну, я вот просто перемешаю вилкой. Поделитесь, пожалуйста, каким бы кремом вы промазали бы торт. Так, друзья, посмотрите. Манник пропекся. Теперь надо немножечко, чтобы он остыл. И надо будет разрезать его пополам. Друзья, теперь собираем торт. Я положила первый корж сразу на блюдо, на котором буду подавать торт. И смазываю его кремом. Если вы разрезали торт на три части, у вас получилось, будет очень даже вкусно, если один слой промажете каким-нибудь кисленьким вареньем или джемом. Вот, я достаточно много кладу крема. Крем густой и будет хорошо держаться. Теперь закрываем вторым коржиком. И тоже покрываю кремом. Бока тоже покрою кремом, чтобы было аккуратно. Друзья, конечно, этот торт можно кушать и сразу. А можно дать время немножко пропитаться. Лучше всего его накрыть какой-то крышкой, если у вас есть или колпак специальный. Вот у меня нет. Но я беру кольцо от формы, в которой запекала. Закрываю торт пленкой. И отправлю его в холодильник на пару часов. Друзья, торт у меня был в холодильнике два часа. Теперь я убираю пленку. Аккуратно убираем кольцо. И я украшу ягодками. У меня вот есть брусничка. Можно малинкой и лепесточками мяты. Друзья, посмотрите, какой красивый получился торт. В принципе, обыкновенный манник. Но если вы его украсите, то получится даже очень красивый, нарядный праздничный торт. Скорее пробуем, что получилось. Восхитительно. Это просто безумно вкусно. Знаете, у меня вопрос к моей подруге. Я, знаете, больше 10 лет почему-то скрывала столько лет от меня этот торт. Друзья, это действительно очень вкусно. Такое простое, воздушное получается тесто. Готовится из элементарных продуктов. Но, конечно, крем со сгущенкой добавляет просто безумие вкусов к этому торту. Я просто настаиваю, друзья, чтобы вы обязательно приготовили такой торт для своей семьи и для своих друзей. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Приглашайте к нам своих друзей на наш канал. Прошу к столу. И приятного вам аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует...